Как стало известно, 7 мая министр иностранных дел Азербайджана провел официальную встречу с Генсеком комиссии TRA-CECA Асетом Асавбаевым. Согласно информации, министр проинформировал Асета Асавбаева о новых реалиях в постконфликтном регионе, а также о новых возможностях в транспортной сфере. Он подчеркнул важность соблюдения деклараций от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые также предусматривают открытие линий транспорта и связи. Генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии TRA-CECA заявил, что расширение транспортных линий открывает перед TRA-CECA широкие возможности для реализации крупных проектов. Он также предоставил министру информацию о развитии международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, деятельности постоянного секретариата, сотрудничестве с Европейским Союзом и ряд других вопросов. Стороны выразили обоюдное согласие о реализации соответствующих мер по поддержке деятельности TRA-CECA на региональном и международном уровнях. Также, как сообщил глава администрации президента Азербайджана Самир Нуриев, в ходе очередного пятого заседания координационного штаба реставрация освобожденных территорий находится под постоянным вниманием главы государства. Открывая встречу, руководитель администрации и штаба президента Самир Нуриев отметил, что уже определены важные направления будущей деятельности. На встрече были заслушаны отчеты о решительной работе по расчистке освобожденных от оккупации территорий, подготовке государственной программы обновления и устойчивое развитие территорий, освобожденных от оккупации Азербайджанской республики на 2021-2025 годы, в частности, вопросы зеленой энергетики, градостроительства и создания транспортно-коммуникационной инфраструктуры, а также работы, проводимые в рамках исследования Университетом Ада, подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана и результатах проведенных опросов, даны соответствующие поручения. На встрече в соответствии с поручениями главы государства была подчеркнута важность проведения работ с учетом сочетания высоких показателей и качества. Накануне в польском МИД заявили, что существует определенный потенциал для сотрудничества Польши с Азербайджаном в области энергетики. Южный газовый коридор – очень важный проект для Азербайджана и живой пример хорошего сотрудничества с ЕС. Несмотря на то, что Польша в настоящее время не импортирует нефть или газ из Азербайджана, мы осознаем важность доставки азербайджанских энергоресурсов нашим восточным и южным соседям. Чем больше игроков на рынке, тем он безопаснее и стабильнее, сказали в министерстве. Как сказано в сообщении ведомства, Польша активно диверсифицирует поставки энергоресурсов.